всем привет привет и сегодняшний влог я хочу с такой немножко неловкого момента девочки но это может быть только со мной честное слово я вам в покупках рассказывала про вот это вот средства сказала еще что точно не знаю как правильно читается фирма элами с или лемис не знаю в общем как она читается но дала вам ссылочку еще и одна из девочек мне написала что если я имею ввиду написала название вот это средство то вообще-то это пилинг тут у меня такой ступор я видела что здесь написано пилинг но я думала что это крем с эффектом какого-то там пилинга антивозрастной так далее в общем я полезла я же самое главное ссылочку вам оставила я полезно читать в интернете нашла упаковку с него давай все читать вычитывать и понимаю что это пилинг который нужно наносить на 10-15 минут на лицо а я его спать использовала в качестве вечернего крема в общем я не знаю есть ли от него какой-то тогда эффект потому что не совсем не понятно моем представлении пилинг это нечто другое в общем вот такая вот ситуация и неловкая и смешная и чувствую себя не знаю ступит гелл как говорится я себе тут наварганила уже бодягу и буду сейчас наносить на лицо у меня тут висела сохла моя сумочка в общем у меня загуляла кошка и взяла ее писала представляете что это такое что это был за эванизм я вручную постирала сумку запах остался я была расстроена психанула взяла мешочек просто для который идет для сумок для нижнего беля в общем всякое такое положила туда сумку и постирала слава богу ничего вроде не потрескалась не отвалилась зато нет никакого запаха потом ее прочешу и все потому что это одна моих самых любимых зимних сумок так сейчас я сделала себе масочку который сто раз я вам уже показывала это фрешлайн мне уже осталось совсем немного и мы сейчас уговорить маму чтобы сделать ей маску потому что срок годности два дня по моему остался в общем нужно закончить после бодяги да она мне нравится что нами так успокаивает лицо очень очень нравится тем более мне нужно удалить сейчас есть пушечек свой над губой нужно чтобы кожа была в порядке сейчас буду делать маску пленку для жирной кожи от green мама календула и шиповник знаете нравится мне действительно это масочка и состав так вроде бы или менее ничего поэтому почему бы нет вообще green мама неплохая неплохая фирма есть у них интересные средства никак у меня не закончится эта маска пленка но эффект от нее приятно не могу сказать что она делает какие-то прям невероятные вещи с моей кожи что прям супер эффект но неплохо сейчас барбосик будет купаться сегодня решила его искупать в нашей ванной не в другой маленькой ось будем купаться водичку набрала ой он жутко не любит купаться все начинаем все суслики скупан все вытерли суслика вот так сейчас будет сушиться очень где утирать сейчас буду его феном сушить потянута не любит ой пасель вот так сладкий вы ужас как он вот все собаки так вытираются а феном усе прям терпеть не может но холодно нужно сушить чтобы не заболел завтра мы с ним прививочку поедем ему делать раз в год который делается очень красавица осик ось 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 как вот такой почти высушенный сейчас петлить все будем мордочку слить будем начала вчера снимать влог остановилась на том что осика искупала и знаете потом честно говоря не было как-то у меня настроение дальше что-то снимать вообще последнее время может быть из-за погоды может быть в связи с какими-то другими обстоятельствами как-то одолевает меня депрессия честно говоря и не знаю пытаюсь вроде как-то веселиться как-то что-то делать ну не получается снимать даже видео и немножко расстроилась я что я так вот выкладывала каждый день видео сейчас даже запаса какого-то нет и сняла зато сегодня я так настроилась все таки сняла я видео с ответами наде вопросы блогеру от надя геевой у меня получилось видео на 20 минут сначала выйдет в эфира но а потом уже этот влог я думаю скорее все будет так потому что его сейчас как раз редактирую потом думаю смотрю уже собрала все думаю на 20 минут ничего себе но с другой стороны зато ответила полно так довольно таки раскрыты на все вопросы и не хочу удалять сокращать как-то сделала маникюр тоже расстроилась некрасиво вообще получилось выложила в инстаграме фотку я хотела я люблю вот этот лак от чат нор 127 оттеночки вот такой вот вот он на ногтях и посмотрите в инстаграме там лучше будет видно и в ноль сороковом оттенки вот такой серый самостоятельно они друг от друга довольно таки красивые оттенки но вместе все таки не стоило разные текстуры использовать этот больше как просто глянец этот идет с таким мелким шиммером ну и некрасиво получилось в общем думаю похожу пару деньков и перекрашу вчера сделала маникюр вечером сейчас сидела смотрела пусть говорят и у нас показывали про то что ученик застрелил своего учителя из-за четверки и так далее в общем знаете вспомнила сразу я свои школьные годы ну вот рассуждали о том как так можно было и так далее вспомнила свои школьные годы как я шла на золотую медаль у меня она должна была быть и в одиннадцатом классе меня очень сильно доставали я никогда не могла не понимала не разбиралась точных науках я гуманитария абсолютно мне было очень тяжело в этом разбираться я все заучивала просто и алгебра геометрия это вообще что-то чем-то химия физика для меня были то есть действительно все учила я помню как надо мной просто издевали школе вот на самом деле потому что мне говорили постоянно директриса тебя не будет медаль мы тебя завали мы тебе это мы тебе то вот действительно я не могу сейчас передать всех этих эмоций я просто помню как это все было сколько крови просто из меня выпили и в итоге это все закончилось довольно таки тоже плачевно на фоне нервного срыва у меня неприятная ситуация была вследствие которая пережила клиническую смерть и ну страшные вещи и сейчас просто я смотрела и мне стало если честно жалко этого мальчика мне конечно жалко тоже этого учителя тоже все так произошло но я вот думаю неужели так сложно поставить эту долбанную пятерку если у человека во всем все получается вот он отличник но один какой-то предмет но не ну недопонимает он не тянет почему нужно издеваться над детьми эти хотел сказать госэкзамены этим сейчас то что вели господи я забыла как он называется этот экзамен единый государственный так и называется или как забыла в общем я под это просто не попала слава богу вот это все нужно сдавать столько проблем чтобы попасть на этот бюджет а многие ведь хотят учиться очень многие но нет возможности сейчас все делают платно настолько тема на самом деле серьезная и вот я слушала смотрела эту передачу вспоминала все что было у меня в школе когда в итоге уже в 11 классе я узнала что у меня за десятый класс стоит в одной четверти четверка по алгебре и об этом не знала и соответственно никакой золотой медали я не могу мечтать у меня была жуткая истерика я получила серебряную медаль у меня был отличный аттестат в одиннадцатом классе у меня не было четверок но это было очень тяжело мне пережить на самом деле вот такая вот частичка из моей жизни и я я понимаю где не оправдываю ни в коем случае этого мальчика на просто представляю что с его психикой случилось мы не знаем что то никак как этот учитель обиделся дел уже ничто не дает права конечно же убивать человека но вот просто настолько все сейчас у нас тяжело с этим обучением школами нету какой-то поддержки от учителей я не представляю вот когда у меня будут дети кажется самое страшное это пройти с ними школу вот честное слово это все обучение вспоминаю свои и школьные годы и в университете было все проще а я блин нюхаю руку и балдею прям запах этого крема вот было все проще было сложно учиться но как-то мне повезло наверное все таки больше как-то с преподавателями чем в школе я жалею что я не ушла вообще из школы когда собиралась после девятого класса я поступила в лице лингвистически и так сложно было поступить я поступила и в итоге меня уговорили остаться в школе я осталась и мне вот так вот такой сюрприз преподнесли ну в общем да тяжелая такая для меня это наверное история потом о чем еще хотела с вами поговорить мне так хочется просто немножко поболтать у меня сейчас заболел мой осечка я тоже так расстроилась два дня он почему-то рвал мало кушал я отвезла его к своему ветеринару и она сказала что у него что-то съел но так как мы его ничем таким не кормим он на улице скорее всего что-то подхватил в общем у него там со слизистой что-то задело слизистую потом гастрит образовался в общем дурдом сейчас вот его тоже на уколы нужно возить питается он всегда нормально правильно в принципе вот энтеродез постоянно ему теперь нужно давать вот тоже расстроилась что мой малыш заболел вчера только буквально его купал да жалко очень ему прививку вообще должна была сегодня делать раз в год которая делается вот такая еще новость неприятная к сожалению очень люблю своего малыша сладкого потом что еще потом была одна у меня тема затея для видео это общение с другими блогерами я просто недавно с одним блогером произошел и не знаю конфликт не конфликт даже не знаю можно ли это так назвать наверное не конфликт но просто как-то я вроде задала нормальный вопрос поинтересовалась в ответ получила какую-то агрессию что мне это напомнило ответы ирэн влади что-то и из этой серии как она отвечает я спросила нормально тебе там отвечают да чуть ли не пошла ты ну и в общем не знаю к чему это все приведет вот тоже мне непонятно когда то вот так вот люди себя ведут ну не знаю есть честно я так особо ни с кем ведь из блогеров не общаюсь я полностью отошла от того что всяких там совместных видео я и до этого говорила что мне не очень хочется делать сейчас мне предложили там книга рецептов какая-то выйдет предложили снять видео я вроде согласилась вот и думаю надо не надо но там все равно как-то уже просто рецептик какой-то сам сделаешь и все и не нужно как-то с блогерами уметь что-то делать знаете как это кто-то делает эти совместные видео чтобы там подписчиков более то может быть и правильно да подписчиков больше набрать в том плане что тебе узнают люди кто-то там еще по каким-то причинам мне вот сейчас что-то ничего не хочется не знаю что будет дальше ничего не хочу не знаю слушайте кстати вот очень я вам этот крем уже показывала и просто такой запах девчонки приятный хотя здесь содержит активный гель алоэ вера вот супер просто этот крем бархатные ручки 16 рублей отлично питает увлажняет что еще нужно вот вроде бы такие последние новости никак я не сдам паспорт свой кстати загран не только загран российский у меня вот несколько дней все не получается я была без машины постоянно без машины как без рук честное слово все находится как-то далеко от меня пешком особо не находишься вот ну не знаю завтра очень скажешь день работаю в субботу госэкзамен у меня очень переживаю как-то все все навалилось да вот действительно все навалилось за все и переживаю поэтому сейчас может быть реже будут видео честно нету вот этого настроя настроение может это пройдет буквально завтра ну как-то так делюсь с вами в общем надеюсь на ваше понимание наверное на этом я закончу наболтала уже спасибо что вы были со мной и желаю чтобы у вас всегда было хорошее настроение и никакие депрессии не вообще ничто вас никогда не сломала и на вашем личике всегда была только улыбка пока пока я вас люблю целую